у меня запрос снять что-то в деревне я позавчера приехала и попала под жуткий ливень и как сейчас выяснила меня немножко намок фотик я вынимала вроде все сухо было но получилось так что намокла даже чуть-чуть сумка и словарь английского пришлось даже послушать вот это вот не то чтобы поле часть территории моего родственника никогда мы были мелким и вот этот огромный кусок травы с граблями ворочали есть вот лесок но иногда здесь и грибочки иногда мухоморчики иногда земляничка я сейчас тут вылезла немножко прогуляться тут у нас солнышко выходит и кстати в ту сторону от был огород полянского или сад полянского был такой детька но правда я его не застала и там дом уже почти в полуразрушенном состоянии частично благодаря нашим родственникам раньше там пастухи жили если может получится может его сниму сегодня можно туда подойти нет уж но и тут были всякие яблочки вишенки смородинки в общем хороший такой саду сейчас может ему уже хреново подойти и она наверно совсем все отличало но мелкие мы туда с дедушкой и сестрами ходили мог не заснять когда я уезжал последний раз где-то недели две или назад на он еще был более-менее похож на здание хотя и уже разбирался как я поняла со слов соседей наших которые положительно тут живут но иногда круглодичный надо приезжать это дело рук товарищей которые несколько лет назад купили у нас тут дом между мной и родственниками и видимо усиленно решили его разобрать ну вроде как холхозная никому не нужно стоит есть не просит надо его разобрать на свои заборы и прочие нужды откровенно говоря некоторые русские люди уже же не знаю кого хотела сказать хуже животных но тут я на остановке полтора дня назад позавчера да была с одной бабулькой из шишкина она и в общем с ней получилось так что она говорил кормила голубей там голубей гоняли не только голубей всякие несносные мальчики явно требующие хорошего воспитания судя по их поведению и лазуни там куда их не звали в общем опустим подробности она сказала что добрых людей в мире мало стало кстати я с ней согласна а еще что конечно будут каменты там когда это залью на ведь на youtube отрицательные по поводу моих слов по поводу добрых людей все что животные она кормил там еще рассказал как кого-то у нее собачка есть когда она ее кормит то собачка отдает кушать там всяким птичкам прилетающим короче сказал там про волк я так поняла что она ровесница моей бабуси только что шевелится и мозги разрабатывает то бишь не дает сама себе стареть окончательно хотя довольно древняя бабуля в общем она сказала что животные беззащитные животных нужно кормить и вообще животных бить нельзя от того что животных обижают у нас мире происходит такой полный писец короче говоря и вот тут люди которые совершенно не люди это явные не люди не те которые черти которые здесь вот родились в роли информации рода а именно конкретные не люди в самом плохом смысле слова ну что вот так вот не ты строил ну ты ломаешь я считаю что это очень плохо учитывая что они тут не коренные а просто приезжие приезжают где-то на месяц правда все растут пытаются расставить везде свои порядки при этом прикиньте не москвичи а где-то архангельск или астрахани это путаю в общем город который северный наверное архангельск если я путаю у меня поправьте потом в комментариях потому что я путаю астрахани архангельск тут у нас и обнаружил киприи вот где тут такая дорожка заканчиваться там такая фигня была и туда вставали машины видимо отгружали как раз когда-то здесь хранилось всякое сено и зерно и прочее склад был фермерский ну и тут у нас лесок и можно если прямо пройти через там какую-нибудь вертинку выйти на на дорогу которая круговая а это то место откуда я пришла на этом боку и не менее шикарный вид сзади и фотоаппарат оживает то был немножко затуманенный я его протирала объективчик в общем делали это как обычно ругают русских в плане наверное обо всем нам но в принципе это тоже русские только то так вот за меньше чем за месяц меньше чем за две недели даже нормально вполне себе здание при желании но может быть решили решили бы кто не подрождать деревню как вот товарищи резки на двое может быть еще что-то ну блин это же не ваша но зачем вот разрушать нужны доски купите эти доски или настолько привыкли воровать и разрушать что вообще не думают своей головой или там думать нечем там и вышли кстати вот эта дорожка по которой они давно шла как раз круговой дороге яблочки самосевные у дороги одно отцепала даже куснула еще одна яблочка кстати тут не знаю видно или нет но местами есть красные яблочки тоже самосев пижма начинает распускаться растеропшем попробуем его более кислая более крепкая другой сорт видимо на лугу пасутся ко в этот раз у меня просто куриный бульончик с укропчиком и с курочкой на основе трех галеней это для тех кто думает что я ем только консервы подходит к концу день в которой сегодня снимала яблочки и прочую фигню включая там полуразрушенные здания и я вот тут иногда заглядывая все-таки грузится у меня иногда с телефона вконтакте хотя в это лето почему-то билайновская сеть блуждающая допустим у фермы ловила на следующий мой приезд не ловит но и так где-то где придется учитывая что билайн еще и ровно падает ну то это я на фоне скорее всего там иконы видно и телек я боялась чтобы вот видно стол но я сделала тестовую запись и решила перезаписать и потому что негатив массы нести все-таки не надо нанести позитив но хочу сказать одну вещь есть некоторые люди которые думают что если не меня смотрят то я им чем-то обязана и если я взялась передавать приветы то я тем более чем-то обязана я вот думаю ребят я вот приеду гуглишь у меня там список приветов я зачитаю и может мне сделать приветы платными может тогда люди прежде чем писать в речку своим хамством будут думать ну потому что и рассчитывать потому что допустим я введу такой тариф по 50 рублей с привета сразу все желающие передавать просить передавать приветы отвалятся половина людей от меня пишется просто даже такой прикол как-то меня еще до того как я расстрендил 98 человек в контакте отправив подписку ко мне добавлялись девочки в основе девочки извиняюсь я тут слегка простуженная похоже и просили передавать при этом типа того что и за фрэнди меня тла тла ля 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 передай привет я передавала привет от меня тут же отписывались я оказывалась подписки у неизвестного мне человека просившего передать привет и я не понимала суть для того чтобы за фрэндиться точнее зачем фрэндиться пытаться за фрэндиться если тебе просто нужно передать привет учитывая что говорила что у меня открытые личные сообщения в контакте до написал личные сообщения типа хочу привет да да ну не не забывайте конечно писать пожалуйста ну что некоторые пишут так будто я вот это требует будто я это должна мне я конечно суть не понимаю этих приветов вы хотя кто-то мне говорил что вот благодаря при этом типа там можно поставиться извиняюсь меня смотрят полтора земли копа ну смысле я имею ввиду того что ну ладно у меня там две тысячи подписчиков когда уезжала было две двести ты двести три себе точно не знаю может я вернусь там у меня останется человек пятьсот и половина большая часть отпишется или останется все на том же уровне но я к тому и то что я не настолько популярный блогер чтобы за счет меня можно было прославиться поэтому когда люди пишут как-то по-хамски и в каментах то ладно там некоторые пишут но большая часть все таки пишут нормально там пожалуйста или еще что-то но когда в личку пишут еще с претензией что я там фамилию какую-то нету прочитала или или передала или допустим передала не том тому человеку привет это уже как-то извините перебор я же вам не обязана у меня с вами контракта нет насколько я помню я не заключала ни с кем контракт на то что я вот за такую то монетку делаю такой-то список литературы и в камеру зачитываю да я это делаю по собственному вроде как по собственной инициативе на так сказать на волонтерских правах по страчу собственное время ну и все равно получается на слегка негативное видео и там не будут комменты что я вот типа зазналась и тому подобное я не зазналась я во первых не понимаю смысла приветов во вторых если я их не понимаю так же как смр ну а смр я еще частично понимаю смысла приветов я не понимаю и если я иду так сказать на поводу и выполняю ваши пожелания да вот эти заявки на обзоры смысле заявки на допустим даже заявки на приветы то это еще не значит что я вам должна я вам ничего не должна также точно как вы мне не должны и еще там по поводу камеры были там всякие понимаю что есть люди которые лишь бы только придраться лишь бы только что-то написать в каментах это не я которая посмотри начала смотреть видео но мне неинтересно я выключаю закрываю вкладку или если досмотрела до конца но что-то мне не понравилось а тоже не пишу ни минус не ставлю дизлайк не пишу что а какая там гадость да я если мне нравится то я стараюсь писать только положительный комментарий или что-то по делу и либо же не высказывать свое мнение если она повлечет за собой ссоры и скандалы и какой-то негатив а также в принципе и в жизни ну и в общем наверное это будет единственное видео которое записываю сегодня завтра потому что вроде как не особо куда собирать скорее всего только по деревне и вряд ли я буду ходить фотоаппаратом специально там выискивать что-то писать но кстати хочу сказать у меня появился хики код хикующий код я даже разродилась каким-то текстиком от руки приеду домой и запечатаю на 2 с маленьким хвостиком цинички вообще тут у меня от руки перевод идет но сегодня я решила вместо перевода просто немножко почитать фанфик одного товарища потом вообще фанфик куча товарищей ну сути это не играет знает а из них только одного товарища и то вербально заочно вот наверное да еще там по поводу асмр я обещала помню записать но у меня просто тупо некуда ставить у меня это просто стоит на полочке и мне приходится стоять стоя вертикальном до положений хорошо не горизонтальном и я не знаю как так сделать чтобы допустим я могла пошептать а потом парать камеру хотя парать камеру в идеале как мне там просили пошептать потом парать вас именно в деревне это нормально было бы хотя тоже не знаю там два варианта парать парать можно так что все оглохнут просто громко поговорить принципе можно и дома как-то приноровиться вообще если у вас напряжение выйдите в поле и парите или вес и парите ну и да не вести ли мне приветы платно сразу отпадет тема делать эти приветы потому что все кто там будет я не знаю это как это сказать кто рискнет там точнее кто раскошелиться на какие-то копейки чтобы получить привет потому что все хотят халяву ну не все конечно может быть не все но я имею ввиду что вообще вот именно вот эти все привет это же фигня типа о передай мне там дата помаши ручкой маме папе или еще кому-то на помахать ну я уже понимаю что я бы ленилась и раньше записывала на бумажку показывала думала что то прикольно когда показываешь на бумажке также как я раньше думала что на всех подряд добавлять из подписки в друзья потом оказывается что это ну в основном то люди этого и не делают и потом кто-то у меня батхертил в комментариях что а ты меня отфрендила причем девушка которая так писала на со мной в личке вообще не общалась в контакте даже не могла понять кто это и чё она от меня хочет и насколько помню она моя тезка ольга ольга шок что ли но потом она мне правда писала с еще одного аккаунта я так поняла что у нее или два аккаунта или она себя переименовала как принято на ютубе писал с одного имени вдруг переименовался стал с кем-то другим как у нас беседки там был мальчика стали потом вдруг стал внезапно девочка специально пыталась загрузить его страницу понять кто это и кому бы написать чтобы узнать взяли мы кого-то нового в команду или нет ну в общем опять у меня какая-то говорилка наверное на этом все потому что у меня там батарея слегка разряжалась я еще на нее по чуть-чуть так снимала фоткала ну и да еще хочу сказать няшные хики программисты очень няшно их можно попросить сделать какое-то дело даже доверить какую-то какую-то небольшую информацию для доступа какой-то там допустим страничке в интернете да и они это сделают и ты можешь доверять короче говоря еще няшные хики программисты очень няшные каждому желаю понятно по одному знакомому няшному хики программисту ну и на такой ноте я прощаюсь до новых встреч пока